приветствую вас на нашем канале про пчеловодство меня зовут пашка и сегодняшняя тема видео как обычно интересная классическая отбор меда принципе как он происходит в отводках да получается проблема в чем ну с одной стороны как бы как вам принципе объяснить и рассказать если от пчелиной семьи не отбирать мед и есть ли ну там отводок держать его в сжатом состоянии то через определенное время происходит интересная ситуация на главном взятки принципе пчел встает меньше матка нигде не сеет и принципе это чревато определенными последствиями в осень зиму пчела ну отводок просто превращается в ничто и он в принципе может пропасть как вида и какая должна быть работа пчеловодов но это не только с отводками это семьями такая же работа происходит мы должны откачать мед мед откачивается ну смотрите мы уже начали отбирать в отводка вот здесь мы вот в ящике у нас три рамки ну на слава мне верьте чтобы она не шла сюда три рамки вот такие медовые три рамки там еще медовые рамки полностью медовые и здесь у нас остаются какие рамки давайте начинаем смотреть здесь у нас тоже видите медовая рамка ее тоже мы за сейчас забираем стряхнули все по классике это наверное даже это у нас такая медово-перговая пироги я принципе не оставляю почти не на особо в зиму не надо у меня весной с пирог хорошо как-то мы раскрутим их весной на развитие я так себе думаю если не раскрутим дай бог с ним как-то она будет так вопрос заключается в другом а откачивать ли мед с вот таких рамок да вот с расплодом где вот видите вот такие вот такие например здесь чуть-чуть расплода если ты забираешь мед у пчел я уже принципе на эту тему рассказывал и говорил друзья что вы принципе понимали есть мед хороший есть мед так себе и мед с подсолнуха это действительности так себе слабые семьи с большими семьями куда ни что там получается такая ситуация до чтобы в принципе меня опять же здесь понимали для того чтобы хорошая большая семья перезимовала хорошо ей нужно оставить это 12 килограмм качественно хорошего меда но это много даже 15 килограмм это получается еще с развитием нормальная пчелиная семья большая по размерах зимуют если все созданные условия перезимуют на шести килограммах меда и примерно семь восемь десять килограмм меда в них остается на весеннее развитие теперь смотрите другую сторону медали если мы оставляем например тоже мед подсолнуха вот так как мы сейчас есть то есть большая вероятность что сильная семья опять же вытянет откуда ты этих 6 килограмм меда для перезимовки а все остальное потом выбросить да а слабая семья слабая семья не сможет даже выбросить и когда зимой например февраль месяц вы откроете улей вы увидите такую картинку вы берете вынимаете рамку по идее все должно быть классно вы им оставили много меда а здесь получается пятна закристаллизированного меда и пчелы его просто не переработали и пчелы находятся здесь а здесь закристаллизированный мед так и остается то с отводками немножко сложнее к чему это веду в отводка нужно отбирать почти весь мед подсолнуха ну можно оставлять например две рамки да ну так где-то расплод там в более сильных семьях например я оставлял по 45 рамок это имеется ввиду расплодно медовые рамки получается расплод мы откачивали это мой стандарт в одной семье оставили немножко больше потому что она в принципе большая а вот вот как сейчас мы отберем все и оставим просто две медовых рамки это будет им как бы в зиму и будем понемножку закармливать сахарным сиропом сахарный сироп что нам будет давать это будет стимуляция принципе у нас сейчас цветет какое-то разнотравие цветет примеру тоже золотарь не который будет нам давать принос пыльцы сиропчика немножко дадим я думаю что этим мы сможем добиться хоть какого-то развития сироп будем давать это по пол литра может нет меньше будем давать это программ наверное 200 будем давать на протяжении 10-12 дней это будет специально сделано для стимуляции потом будем смотреть каким пасть ну каким семьям нужно будет дать больше там например сентябре сентябре месяце начнем закормку и уже там будем давать сиропа побольше ну например вот этой семье единира единира цива дальше будет закормка единира цива получается вот этой семье нужно дать 5-6 килограмм там сахара 1 4 5 имеется ввиду все это мы отдадим и все и на этом будет закончено опять же обработка от клеща будет тоже проводится в определенных там моментах я просматриваю определенные семьи это видео мы снимем и расскажем ближайшее время я объясню определенные моменты там есть как бы работа с полосками работа с бипином работа с чавеля и кислотой посмотрим разные моменты рассмотрим пообщаемся на эту тему подумаем но я вам хочу лишь одно сказать что вы меня понимали обработка от клеща это принципе как вы это не сделаете это уже как бы ваши проблемы да как вы не отберете мед это тоже ваши проблемы сколько вы не потеряете денег там и тому подобное опять это же ваши проблемы но факт заключается в другом если ваши пчелы перезимовали значит вы не аутсайдер значит вы принципе человек который что-то добился и победил если ваши пчелы перезимовали и у них нету клеща значит вы все сделали обработали правильно знаешь вам нужно продолжать дальше если у вас проблемы с зимовкой проблемы с наращиванием пчел то ясно же нужно как-то проводить определенные там манипуляции имеется ввиду анализировать свои прошлые действия что-то немножко менять уже углубляться в медоносную базу углубляться в мед в обработку да потому что может где-то клещ подъедает где-то может мед некачественный может рядом лес может патька кстати нападе вообще снимать не можно потому что счета первой половины до первой половины зимы могут обосраться и погибнуть все это что тоже имейте ввиду то получается вот такая у нас друзья ситуация ну вот видите что классический отводочек я вам показываю что залито все медом расплода почти ни капли нету имеется ввиду что пчелы даже в слабых отводках ограничивают матку давайте еще здесь у нас через перегородку что то есть тоже делался отводок но это отводки получается помните я рассказывал когда мы объединяли делали медовики то мы принципе делали вот такие отводки вот залито медом здесь что здесь 1 2 3 4 5 6 6 рамок 6 рамок пчелы друзья что здесь смотрите все с медом отсюда тоже получается нужно будет убрать этот мед и давать сироп понемножку потому что с таким медом зимовку нам идти не стоит но вот эту рамку мы оставляем вот эту рамку тоже оставим хотя и черная но посмотрим может черные рамки сейчас подбор над браковку бросим вот эта рамка на откачку и вот эта рамка на откачку получается 123 даже самого слабого какого-то отводка сейчас придут придется забрать три рамки меда это около там если так немножко приукрасить то но здесь тоже есть мед то это около 10 килограмм меда где-то три рамки 3 килограмма в рамке примерно так считаю то получается должен пускай даже 7 килограмм ну это вообще отводок это видите все заливается все работается такие рамки темные рамки сейчас мы оставим на сторону светлые рамки после откачки поставим центр кормушка вот здесь стоит кормушки принципе мы как подкармливали раньше пчел так они у нас улях и стоят и сейчас получается уже в эти кормушки будем давать сироп все получается мне внутри улевая кормушка приезжаем понемножечку ну через два дня каждый день ездить не буду буду через два дня но посмотрим где то сейчас будем опять же пчел развозить смотреть куда этот точек будем развозить на и потом увидим что куда может будем здесь держать но здесь получается у нас очень большая проблема щурка знаете такая есть птичка она даже называется другими словами пчелоедка здесь стоят щурки на сегодняшний день перевалил а уже за сто штук такая такая стая летает что блин если они нападут на пасеку то я думаю за неделю они ну пасеку не уничтожит но ослабят очень реально то получается из зачем бегать за этим всем зачем кормить от клеща и много чего делать если птичка пожрет много пчел да имеется ввиду что здесь есть тоже такая проблема смотрю даже шершни нету смотрю осам нету но имеется ввиду что щурки очень большое количество жрут все вместе с пчелами вместе с матками и всем получается как бы на подсолнухе можно еще стоять и работать ну как бы семьи нарощенные сильны а уже дальше немножко как бы стремновато если станет холодная погода то пасеку будут терроризировать очень серьезно вот такая друзья ситуация бороться с щурками бегать их убивать но это как бы знаете это не моя работа это не то глупости да и все равно что что мартышкин труд перевезем на другие тачки поставим посмотрим потому что с одной стороны кормить это тех щурок не хочется здесь где-то здесь колония здесь у нас бугры речки поняли бы ночью много от этой щурки и жрут они пчел полным ходом это я вам даю сто процентов семьи будут ослабить ну ослабевать так что тоже есть и такая проблема так что имейте тоже ввиду не есть места где они не сильно такую вред делает но нашей местности просто в прошлом году и было штук 30-40 а в этом году ну ну стая очень большая знаете я уже посмотрел и если они налетают здесь такие такой квак стоит они почему пасеку еще не терроризирует но это все условно в любую минуту могут нанести такой ущерб что ну и ганась и они могут не кормиться на пасеке они могут работать на перелете там нас подсолнух там у нас подсолнуха не могут прямо над полем подсолнуха работать это для них принципе не помеха вот такая друзья ситуация ну все нужно качать мед всем всего наилучшего всем пока